Добрый день, уважаемые зрители живого телевидения! Я вас снова приветствую в студии в галерее искусств Церетели. И сегодня у нас встреча и беседа с литературным критиком Михаилом Дзюбенко. Здравствуйте, дорогие товарищи! Михаил Дзюбенко для меня человек просто уникальный, и мы познакомились достаточно давно, хотя редко встречались, к сожалению. Но уникальность его заключается для меня в том, что если в наше время и существует кто-то подобный Белинскому, то вот я вам представляю Михаила Дзюбенко, потому что он даже превзошел этого знаменитого критика, тоже являясь литературным критиком. Ну, в частности, я думаю, что это не всё. И разговор наш сегодня будет касаться нескольких тем. Он будет, конечно, поскольку, Михаил, вы критика, конечно, будет касаться литературы, то её части, которая вас интересует. А часть это будет касаться современного состояния нашей державы, в которой у нас есть порядки и беспорядки, как всегда. И у Михаила есть своя точка зрения на это, вот как у всех таких критиков, которые являются Белинским. Ну да, приблизительно так. И кроме этого, очень интересна семья Михаила, его дед и отец, которые тоже сделали вклад в русскую культуру. И вот об этих темах мы, если вы позволите, сегодня поговорим. Но вначале я хотел вам задать такой, может быть, неожиданный для вас вопрос. Почему вы вот в те ещё отдалённые годы, это лет 20 назад, вдруг заинтересовались поэтикой? Всё-таки это... Ну вот Белинский, он исключительно только прозой интересовался. Он мало стихами занимался. Ну, дело в том, что я-то себя, я никак себя на Белинского, или Белинского на себя не проецировал. Ну это я спроецировал. Да, но я тогда, я объясню, дело в том, что в филологии, на самом деле я бы даже сказал, что я не очень-то критик, потому что я не слишком слежу за актуальным состоянием литературы. Это что-то, что мне нравится, вот я об этом пишу, но это крайне редко. Критик — это всё-таки человек, который этим, можно сказать, зарабатывает. У нас есть такие критики. Человек, который из месяца в месяц пишет в толстые журналы, переваривает, не просто переваривает, а вот именно пишет о множестве книг, хороших и нехороших. Мой отец был литературным критиком, его основная специальность была фронтовая поэзия, поэзия Великой Отечественной войны. Но он писал об огромном количестве литературы на военную, в частности, тему. И я просто помню, я думаю, что очень много книг можно было бы и не читать, которые он должен был освоить как критик. А как филолог, мне хотелось понять, как устроен мир, какую-то тайну мироздания, извините за пафос. И я видел разгадку этой тайны только в слое. У меня не было тогда никакого интереса к религии, к философии тоже особенного интереса не было. Вот я пошел на филологический факультет, и я видел именно в этом. И после этого каким-то образом, как говорят в церкви, промыслительно, есть такое словечко, ну, случайно-неслучайно, произошла встреча с Константином Кедровым, который был на этой передаче, Булкинг в свое время, в 84-м году, 25 лет назад, это уже четверть века. И вот я вдруг увидел современных поэтов, потому что поэзия, ту, которую я знал тогда, современная, она у меня казалась страшно унылой. Я знал легальную поэзию, не легальную, а официальную. Официальную, да. И даже, надо сказать, что с этой официальной подачи и Вознесенский оказался мне крайне унылым, хотя теперь-то я на него по-другому смотрю, я увидел его с другой точки зрения. И, ну, еще надо понимать, что, конечно, вкусы нашей семьи были вполне такие, ну, благообразно советские все-таки. То есть, конечно, для меня, скажем, понять Пастернака было большой проблемой. Я чувствовал, что я должен продраться, но это не было дано. Это было в семье, но это не было дано. Вот, потому что любимый поэт отца, там, Литвардовский, Симонов, ну, понимаете, вот такой хороший, благородный советский ряд. Но мне это было скучно. И когда я увидел живых современных поэтов, вот я не мог им не заинтересоваться. И уже дальше, через Кедрово, я начал узнавать и других. Вот, собственно, и все. Да, понятно. И оказалось, и оказалось, что поиски, творческие поиски современной поэзии совершенно созвучны филологическим поиском. Это идет в одном русле. И дальше я шел по этой стезе. Ну да, понятно, но вы же и писали об этом, собственно, и о Кедрове, и о Кацубе, и еще о других авторах. Я писал, да, и в 87-м году так получилось, что Алексей Парщиков, вот говорилось здесь с его смертью, что он многих людей как-то путем своевременных знакомств, путем каких-то советов выводил, прокладывал какие-то новые пути. Вот, в частности, я помню, что он в январе 87-го года спросил меня. Мы как раз тогда довольно плотно общались. А ты едешь в Ленинград, я говорю, а что мне там делать? А вот там будет такая конференция, поэтическая функция. Устраивают ее Драгомощенко и Астанин. Не фамилии Драгомощенко, а не фамилии Астанин. А, нет, фамилии Драгомощенко я встречал в сборнике Круг Ленинградского клуба. Да, да, да. Ну, он был уже официализован в 85-м году, вот теперь как бы была Горбачевская. Но я так как-то там была такая, там был такой колхоз, этот круг, да, что там отличить кого-то трудно было. И вот я поехал, ну, раз парочка посоветовал, ехал большой десант из Свиблова, Виктор Петрович Григорьев покойный ехал из Москвы. Вячеслав Солочево, Иванов. Насчет Иванова я не помню, может быть, да, может быть. Выступал с докладом. Да, я вот что-то запамятовал. Я понял, что туда нужно ехать. Вот я поехал и тоже импровизированно там выступил, потому что, когда я послушал доклады, там первый день был в Доме ученых. Когда я послушал доклады в Доме ученых, я понял, что я попал настолько в среду своих людей, что я не могу не сказать просто. Я просто всю ночь писал в записной книжке, что я хочу сказать, и там прокукарекал утром, мне дали 10 минут. И Драгомощенко мне сказал, вот давай, пиши, пиши, мы это напечатаем. И вот спустя сколько там лет это вышло в журнале Poetics Journal в Беркли. Вот я показываю этот журнал. Мы тут хорошей компанией похвастаюсь Драгомощенко, Рубинштейн, Крига, Парчиков, Дзюбенко. Мы представляем здесь тогда советскую, российскую поэзию. Вот потом эта статья «Новая поэзия и перспектива филологии», она, собственно, была концептуально так сформулирована, была только в 2005 году перепечатана в журнале «Дети.Ра». То есть прошло 16 лет, она оставалась актуальна. Ну, уже на русском языке. Да, но она оставалась актуальна. Ну, я думаю, сейчас актуальна. Ну, сейчас не будем, там вполне научные, такие узконаучные формировки. Но, во всяком случае, да, я думаю, что она и сейчас остается. По крайней мере, когда спустя год, в феврале 88-го года, я же провел, по сути, одну из первых тоже таких легальных конференций по авангарду в МГУ. Эта конференция называлась «Новые языки в искусстве», потому что было в Питере, ну тогда еще был не Питер, Ленинград, было решено, что мы будем год проводить там, год тут. И меня попросили организовать. Организация этой конференции — это отдельная история. Шло это все очень тяжело. Мне помог, как ни странно, комитет комсомолого МГУ. Такой был Володя Лепехин, там его возглавлял. Они, видимо, уже тогда понимали, что надо что-то новое продвигать. И мне дали карт-бланш, и я всю вторую половину декабря 87-го и весь январь 88-го года сам делал эту конференцию. Приглашал людей и так далее, и так далее. Например, штрих времени. Программа конференции. Там было 50 докладов. Программа конференции. У меня нет этой программы. Она потерялась при переездах. Она была отпечатана всего в 50 экземплярах по числу докладчиков. И я просидел два дня, чтобы ее залитовать. Вот сейчас, наверное, даже нельзя объяснить, что такое залитовать. Получить официальное разрешение на публикацию этой программы. Просто 4 листочка, разворотик. Обнародовать именно так сильно. Да, раздать докладчикам. Вы понимаете, сейчас трудно, хоть 100, хоть 1000 этих программ можно напечатать. А тогда было так. Я потратил два дня, как сейчас помню. Я лез на стенку от бессмысленности происходящего. Но я понимал, что по-другому иначе не будет. И вот эта конференция прошла в Москве с 1 по 5 февраля 1987 года. Причем о том, что она собирается, вдруг узнал партком за два дня. Было свидание парткома МГУ. Это отдельная история. Они хотели запретить. А я разговаривал с китайским парткомом и сказал, что вы запретите, но у вас будет страшный скандал. И пожалуйста, не надо ничего запрещать, я вас приглашаю на открытие. Был у нас такое. Причем я звонил ему с автомата. Потому что мне сказали, что срочно надо позвонить. И там выступали все, и питерцы, и москвичи. Так пришел секретарь партком. Секретарь пришел. Там было много интересных. О нет, он хорошо. Он приходил туда просто нас проверять. Там было много интересных событий. Например, там выступали и крупные ученые, и Вячеслав Силович Иванов, и Михаил Борисович Мейлых. И выступала там Александра Седокова, и Виктор Петрович Григорьев. Выступали и критики. Бакштейн выступал, и Пригов выступал, и даже вел одно из заседаний. В общем, ваш покорный слуга выступал с докладом Дуни Смирнова в языковых пространствах. Дуня присутствовала в зале, она была та восходящая звезда. Питерцы выступали. Выступал Вадим Руднев из Риги приехал, Максим Ильич Шапир выступал. Сейчас, по-моему, Руднев стал исследователем. Он очень фундаментальные статьи публикует в культурологии. Он книги печатает. Он занимается сейчас психосемиотикой. Он создал новую науку психосемиотикой. Очень интересный. Один из самых интересных. Да, конечно. И тогда, например, был такой эпизод Вадим Лурье, исследователь из Ленинграда. Он-то сделал доклад про матерные слова. И вот он задает вопрос. Вслед за Успенским. Но он там был по-другому. У него были матерные слова, собственно, не с точки зрения истории русского языка, а с точки зрения бытования их фольклори. В городском в том числе. И вот он задает вопрос. Почему же так популярны матерные слова? А Шапир на всю аудиторию, это большая аудитория второго гуманитарного корпуса. Шапир своим хорошо поставленным бретоном, я сейчас в прямой эфир перескажу, это ничего. На весь зал заявляет, потому что жизнь хуёвая. А там сидят и записывают, естественно. Там были и мне на следующий день дали втык за то, что у вас тут такое происходит. Но тем не менее. И вот была эта конференция. И представляете, авангардисты жили в общежитиях главного здания. Я помню, обалдели все. И они, я приходил к ним, и местные, так сказать. Да, жители. Да. Аспиранты. Да, вот была такая конференция. И когда пару лет назад появился толстый том «Другое искусство», этот том, где собраны рассказы о другом искусстве, о выставках, конференциях, подпольных выставках, бульдозерных, манежных и так далее, квартирных, с 1956 по 1988 год. Я купил этот том, и с удивления обнаружил там, что и моя конференция там тоже присутствует. Так что все-таки что-то было сделано. Да, ну конечно, освещали. Не все, но многое вышло в последующие годы. Особенно в начале перестройки был такой энтузиазм. Да, да, да. Да, сейчас уже этого нет. Ну сейчас все уже читали, знали, никого не удивишь. И до сих пор не все, конечно. Даже касаясь 19-18 века далеко не все у нас исследовано. К сожалению, как об этом профессор Майков, литературовед в 19 веке писал, что вот на Диком Западе у них, ну он не такими словами, конечно, но это вообще смысл, что у них человек не успел умереть, как тут же выходит жизнь такого-то. Там тысячестраничный труд. А у нас человек только что умер, но нужно проводить архивные изыскания, для того, чтобы найти какие-нибудь сведения о его деятельности. А вы знаете, это мне напоминает рассказ из Михаила Ардова. Он говорит о том, что вот умер Зоченко, наступила первая годовщина смерти Зоченко. Да, он был другом их семьи, Ардовых. И вот он в этот день говорит отцу Виктору Арду, что в приличной стране к этому дню уже выходило собранное сочинение. А тот им отвечает, что в приличной стране он бы еще не умер. Да, вы об этом что-то где-то писали. Причем вот интересно, что несмотря на то, что вы организовывали, скажем, вот эту конференцию авангардистов в МГУ, но тем не менее, вы большое внимание обращаете на писателей, которые подверглись наказаниям у нас. Ну, это в контексте ваших исследований Лимонова, его творчества и деятельности. Ну, вот, например, вы упоминаете Новикова, Радищева, Полежаева, Лермонтова, Шевченко, Достоевского и других. И вот у меня ваше устремление, ваш интерес к истории литературы и одновременно некоторая, что ли, идеологическая стезя, которую вы достаточно строго придерживаетесь во всем, что вы делаете, и плюс к этому интерес к современной литературе, все это все-таки склоняет к мысли, что это похоже на Белинского. Вот современные критики, они... Белинский выстраивал, понимаете, Белинский, извините, я вас перебил, Белинский выстраивал теорию литературы. Возьмите каждую его статью. Она начинается фундаментальным предисловием, фундаментальной вводной частью, как правило, основанной на гегелевской концепции. Конечно. У нас Канта не любили в России. Да. Они были все гегельянцы, кстати, западники, слойнофилы. Ну, конечно. И где он выстраивает свою систему координат, практически от сотворения мира, или, по крайней мере, от Петра Первого, и встраивает в эту систему то явление, о котором он говорит. Скажем, Пушкина, и причем, если он пишет, а мы думаем, другие Пушкина, что другие Пушкина, или Лермонтова, или Гоголя, у меня ничего подобного нет. Вы как раз именно этим и занимаетесь? Вы начинаете не от сотворения мира, но от раскола, скажем? Нет, это другое. Это исторический подход. Вы понимаете, дело в том, что меня когда-то очень интересовали разные теории, и вот я предпринимал опыт. И у меня есть свое теоретическое представление о литературе, которое я еще письменно не оформил. Но мне понравилась мысль, которую высказал Лотман в последней, по-моему, книге о взрыве, культуре взрыва. Он написал о том, что концепции видишь скоропортящиеся. То есть, сочинив огромное количество концепций, он перед смертью пришел к выводу о том, что это все вещи скоропортящиеся. К сожалению, я должен сказать, что я... Нет, я не Лотман, но я пришел к выводу о том, что да, действительно, они устаревают. Ну вот его концепция, скажем, у него была такая закрытая тема, робот как элемент социальной системы, разве она устарела? Нет. Но многие концепции... Ну, во-первых, я думаю, что она... Сейчас мы ее будем обсуждать. Она, конечно, в свете открытий последних 15-20 лет, конечно, может быть существенно откорректирована. Вы имеете в виду бевочную мылочку, которая вас интересует? В том числе, да, откорректирована. Понимаете? То есть, я вдруг... Понимаете, концепциями... Еще когда легко заниматься? Когда нет истории. Вот мы же жили в остановленной истории. На самом деле, знаменитая идеологема Фукуямы о конце истории, она была применима скорее к советской России, вот после Сталинской. Еще Дягилев и Скрябин хотели остановить историю, но она уже была остановлена, как вы считаете? Ну вот ее остановили как раз после Скрябина. То есть, он блестящий эксперимент, блестящий удался. Ну и после этого ее остановили. После Парижского Сезона. Ведь на самом деле, стремление достичь какого-то наивысшего состояния, не знаю, коммунизма, это и есть попытка остановить историю, по сути говоря. Давайте ее остановим. Вот давайте сейчас ее здесь закрепим и больше никуда не пойдем. И получилось так, что когда в 80-е годы, я думаю, вы тоже это помните, было поопечатление, что в общем, для того, чтобы чувствовать исторические сдвиги, нужно было уже обладать историческим опытом. А когда мое поколение вступало в жизнь, то никакого исторического опыта не было. Вот как было в 70-е годы, вот так же оно и в 80-е годы. Какие-то сдвиги были, но нам они были неуловимы. И вот поэтому я помню, что весь мой интерес был именно в теории, в концепциях. А затем началась история. Она была, конечно, она идет уже провала. То есть она возобновилась. Да. Она оказалась, что она была. Мы просто... Но понимаете, когда это миллиметровые сдвиги, они незаметны для нетренированного глаза. Ну, скажем, если сейчас еще продлится наша, так сказать, наша там демократия, и Медведев и Путин будут еще лет 20 чередоваться, то поколение, которое родилось там, скажем, в 95-м году, так и будет думать, что вот это так оно и устроено. Наверное, кто-то переселил, переселил, переселил. Да, понимаете? А история рухнула, как вы помните, просто обрушилась на нас. Вот эта плотина прорвала, да? Где-то 89-90-91 год. И хорошо, что она обрушилась, потому что это живое течение. Да. И вдруг обнаружилось, что на самом-то деле прекрасно можно и дальше строить концепции. Но... А вот живой ход истории. Понимаете? Да. И поэтому я, уже получив какой-то исторический опыт, может быть, он небольшой, но тем не менее, я обратился к изучению истории. В том числе уже и на... И на церковном материале. Да. А почему вас именно заинтересовала вот история, она как вот та песчинка, о которой, не помню, кто из великих древних философов сказал, что даже для описания этой песчинки не хватит времени жизни, если ее подробно рассматривать. Но почему вот среди истории, которая многогранная и во многом зависит от ориентации личности, не мифотворчество историческое, а вот обращение внимания на сильное, вот, скажем, накануне Октябрьской революции у нас было по меньшей мере 12 исторических и серьезных школ, которые с разных точек зрения подходили. Это были не единичные ученые, это были большие группы ученых. И вот потом это стало постепенно сокращаться, там последний прецедент был, это вот когда разогнали Любомирова, когда уехал Федотов и другие. Подобные. Уже в 30-е годы, помню. Да, до 30-х годов. Да, по кругу. Мейерсун в основном занимался этой благотворной деятельностью и разгонял все исторические школы. Впоследствии он сам пострадал и был расстрелян. Но вот почему вы при таком широком процесс ведь все равно продолжался, он был так же многогранен, хотя он происходил другим образом. Почему вот из этого всего процесса вы обратились именно к старообрячеству и уделяете ему столько много внимания? Ну, получилось... Хотя я сам тоже этим очень интересуюсь и мне интересно знать вашу точку зрения. Вы знаете, во-первых, от авангарда до старообрячества один шаг. По-моему, Лихачев Дмитрий Сергеевич назвал протокол по вакууму первым русским авангардистом. Да, это что? Вот. И в общем с этим можно отчасти согласиться. Это, конечно, формирунерка парадоксальная, но тем не менее что-то в этом есть. Вы знаете, дело в том, что получилось так. Я после... Я ведь ушел из университета с пятого курса. У меня была впереди... Вы учились в НГУ? Да, филфак, русское отделение, НГУ. Я занимался первые официально, хотя вот неофициально занимался авангардом, но официально первые два года я занимался Жуковским, первые три года Василия Андреевича Жуковского, творчеством, которого я очень люблю. Я считаю, что это поэт... я не буду сейчас здесь агитировать Жуковского, но... Для меня, надо сказать, эта величина гораздо больше, чем, скажем, Пушкин. Но это мои личные вкусы. Кроме того, просветитель, воспитатель воспитал все-таки царя-освободителя. Это надо понимать, что такое вот... То есть, понимаете, он воплотил просветительскую концепцию вот этого идеального воспитателя. Он себе его воплотил. Мы же не знаем других таких примеров. Да, Гёте там пытался, что-то такое, но на самом деле вот Жуковский. Вот живой пример. Наверное, есть и другие. Есть, но это самый, понимаете, который повлиял... Жуковский своей личностью повлиял на ход истории целого государства. Потому что его вот это вот кроткое, незлобивое, идеальное личность, над ним смеялись, он был там несчастлив в семейном отношении и так далее. Но тем не менее он сделал очень много. Я думаю, что на самом деле вот мы говорим царь-освободитель Александр II. Но надо помнить, кто был его воспитателем. Кто его воспитал. И вот потом я занялся Булгаковым Михаилом Михайловичем. И у меня была впереди такая дорога ясная. Вот аспирантура и все такое прочее. Мне этого не хотелось. И я ушел с пятого курса. То есть практически уже у финиша. Я сошел с дистанции и сказал нет, мне это не устраивает. И забавно было, что я например полгода был сторожем на ТЭЦ-16. Был такой творческий коллектив. Значит это смена которую возглавлял Гена Кацов директор клуба поэзии. У нас был замечательный коллектив поэты Александр Бараш сейчас в Израиле. Довольно серьезная величина. Поэт Андрей Туркин он погиб в 1996 году. Кинорежиссер Игорь Олейников он погиб в 1994 году в авиакатастрофе. Художник Леонид Зубков. И джазмен Аркадий Кириченко знаменитый до сих пор. Вы знаете какая была смена? То есть полгода я был там всего полгода но это можно сказать счастье просто. И затем я понял что нужно заниматься чем-то другим потому что на авангард накинулась такая тьма народу разрешили и я понял что без меня обойдутся зачем мне этот труд и я после некоторых размышлений занялся церковно-славянским языком написал диплом о знаке титла такой надстрочный значок То есть вы вернулись в университет? Я вернулся через три года и уже как лингвист а не как театровед Моим научно-правительным дипломом был Виктор Маркович Живов известный крупный исследователь который тоже имеет прямое отношение к Тартовской школе он там в общем-то долгое время сотрудничал с ними и вот уже после этого мне было проще я увидел что те книги скажем до Никоновские они в каком-то смысле более последовательные более они лишены многих грамматических неправильностей которые есть после Никоновских то есть я проникся просто прочитав расхожее мнение что все наоборот но это расхожее мнение на самом деле сейчас есть исследования которые доказывают скажем исследование Бориса Павловича Кутузова которые доказывают что это расхожее это идеологическая установка которая внедрялась и которая оправдывала реформу но в действительности реформа испортила тексты и более того я вам скажу на протяжении всего 20 века потихонечку потихонечку из подволь возвращаются к дореформенным текстам не везде но так вот кое-где где можно понимаете и кроме того помимо этих текстов у меня была какая-то своя личная что ли тяга дело в том что я в старообряческом храме впервые оказался в 92 году это был Покровский собор в Нарогорском кладбище вот я думаю что стоит показать стоит показать да как выглядит Рогорское кладбище оно сейчас почти уже в черте Москвы а когда оно основывалось при Екатерине 2 в 1771 году это было подмосковье это было примерно 5 километров от границы Москвы и вот там выстроены вот как выглядит Рогорское кладбище поэтому по Нижегородской дороге Резинанский проспект да вот видите разворот это постройки уже это конец 19 века вот Покровский собор где сейчас проходят службы это кафедральный собор его постройка приписывалась Матвею Казакову ну теперь считают что это не Матвей Казаков но по крайней мере его мастерская это собор Христа Рождественский значит это собор 1792 года Покровский Христа Рождественский 1804 года строил его один из учеников Баженова это видно по готическому оформению это только что этот собор ему вернули первоначальный вид он был в советское время безображен купол был снесен вот а вот это Никольская Никольская церковь которая была в 1856 году отобрана как раз единоверцем то есть тем старовляцем которые соединились с синодальной церковью изначально она тоже была чисто старовляческой вот и вот я пришел в Покровский собор я был поражен пением я вдруг понял я был поражен службой я понял что это и есть восточная православная церковь понимаете вот вот если она где есть то она есть там ее больше нигде нет кроме того что меня еще поразило что я ходил по многим храмам патриаршей церкви и я никак не мог понять последовательность службы потом я понял почему потому что ее везде сокращают так как хочет настоятель потому что в богословских книгах сказано аще изволит настоятель вот тут настоятель сказал это петь а это не петь а это читать а это не читать потому что служба полная длинная ее надо сокращать потому что прихожане будут уходить я никак не мог этого кроме того и надо иметь ввиду что в патриарших храмах пение фортесное оно современное современная гармонизация где-то кто-то солирует вдруг какой-то тенор солирует потом вдруг хор запел перекаты звуков ничего непонятное и так далее а тут я во-первых понял логику службы она целиком да ее надо стоять пять пять часов или шесть но она целиком и ты понимаешь как она идет потом унисонное пение то есть все поют один в один голос и ты понимаешь что поют и в общем конечно меня это поразило и не сразу они там конечно не ждут с постерками объятия но не сразу но в общем да я пришел туда вот и стал заниматься историей старобрячества причем и самого старобрячества ну вот этот номер журнала церковь старобрячества который мы держим который я держу в руках посвящен столетию распечатания алтарей храма Прогожского кладбища дело в том что в 1856 году как я уже сказал упомянул при Александре втором алтари Рогожских храмов были запечатаны запрещена была служба церковной а при Николае втором 1905 году они были распечатаны это большой праздник он отмечается каждый год и вот в частности было столетие в 2005 году здесь есть моя статья я могу показать замечательную фотографию Лужков приехал в 2005 году впервые на Рогожское храмбище и встречался с тогдашним митрополитом Андрианом вот прекрасный фотографий на фоне колокольный потрясающую фотографию посмотрите да отражает характер каждого из персонажей конечно вот митрополит Андриан в том же году почил в общем ему было немного ему 60 не было вот но он провел праздник и при нем началась собственно вот та реставрация которая сейчас идет на Рогожском потому что сейчас там конечно полноуходом поскольку поскольку вы коснулись вот этого то я хотел спросить я знаю что вы занимались ролью Николая Второго в объединении церквей он пытался можете об этом что-то сказать нашим зрителям дело в том что у Николая принято считать что у Николая Второго не было никакой церковной политики что он вообще был такой человек слабовольный который шел там по ветру да что жена подскажет или там еще что-нибудь на самом деле я думаю что он у него был свой замысел дело в том что Николай Второй ну вот смотрите я просто перечислю вот он распечатал подозволяет распечатание алтарей это может сделать слабовольный человек ну не знаю вот Александр Третий не разрешил может проявление силы воли не знаю у нас никак считается что если кто жмет не пущает это человек сильной воли а кто разрешает то человек слабой воли но я думаю что нет потом он возобновил он так сказать с его разрешением было возобновлено почитание преподобной книги Анны Кашинской Анна Кашинская она была прославлена еще в 17 веке а потом ее прославление это в общем довольно изредки случаи было прекращено почему потому что она лежит в гробу с двоеперстием и в общем гроб ее был убран и в общем все там было прекращено так вот он возобновляет это почитание затем начинаются разговоры о созыве собора а собор не собирался в господствующей как говорят старобряции то есть новобряческой церкви современ Петра Первого в то время как старобряческие соборы собирались регулярно и они сейчас собираются каждый год для этого не нужно никакого разрешения это церковь соборная она собирается на соборы каждый год и Николай видимо хотел есть разные другие косвенные признаки он видимо хотел как-то черты старобряческой церкви передать господствующей и в то же время как говорили тогда уврачевать раскол то есть присоединить старобряцев к господствующей церкви на самом деле ни та ни другая страна к этому не готовы и в общем это честно говоря сомневаюсь что это могло получиться но вот он тем не менее так предполагал поэтому он откладывал созыв поместного собора он же был создан после его отречения я думаю что какие-то мысли у него были кроме того надо помнить что охрана его состояла во многом старобрядцев и он христосов старобрядцем и в общем вот этот промежуток времени с 905 по 1917 год как раз Николаевское царство называется золотое экстробрядчество есть такое название у исследователей и кстати говоря хочу заметить что вот крестный ход который каждую каждую весну ходит на праздник жен мироносец в память распечатанной лотарей он имеет очень интересную символику жен мироносец пришли к гробу Христа и увидели что камень отвален на нем сидит ангел и говорит что Христа здесь нет Христос воскрес то что празднование распечатанной алтарей приурочено к празднику жен мироносец это третье воскресенье после Пасхи означает что старобрядческая церковь прямо отождествляет этого ангела с Николаем вторым понимаете поскольку алтарь это это навевает очень многие разные и более того я хочу сказать что колокольня которая стоит на огромной колокольне она на несколько метров всего ниже колокольня Ивана Великого Кремлевской но выше не разрешаются да но никто не стремился но она вторая по величине в Москве так же как Покровский собор второй по величине после Храма Христа Спасителя так это колокольня она была построена именно в честь распечатанной алтарей уже в 12-м году она была освящена и и таким образом страбляться почитали Николая Второго но может быть не канонизировали естественно но почитали за его вот это благодеяние всегда да но насколько мне известно вы рассматривали такое понятие топос раскола и с этим трудно не согласиться поскольку один раз случившись вообще этому посвящена довольно большая литературоведческая литература которая связана с темой новгородской свободы в частности да то есть раскол как бы имеет своих предшественников и предтечь и это лишь подтверждает то что вот введен вами термин топоса раскола который присутствовал и до самого раскола как такового поскольку исторически мы знаем что страна всегда была расколотой ну по крайней мере но вы выводите целый ряд параметров вот этого топоса которые мне кажутся очень интересными можете вы на этом немного остановиться вот какие именно что вы видите вот какие оппозиции вот какие бинарные оппозиции возникают в рамках этого топоса исторически ну под топосом вообще принято понимать некую устойчивую тему это риторический термин некое устойчивое риторическое измерение к которому мы обращаемся когда у меня есть был такой опыт я все-таки пытался периодически пытаясь скажем так вернуться в русло правильной академической жизни и вот некоторое время назад лет 10 назад взялся писать диссертацию и диссертация посвящена как раз старобрячеству в русской литературе первой половины 19 века но когда я с этим стал пристально заниматься потом я еще читал курсы в святофиларетском институте который управляет такой известный священник отец Георгий Кочетков тоже такой парадокс что старобряя читают курсы модернистов но тем не менее именно там меня и понимают лучше чем где бы то ни было и я когда стал писать диссертацию я столкнулся с тем что это явление очень глубокое что с ним надо как-то его надо глубже описывать чем просто 19 век 18 век и даже 17 век может быть это не предел и я понял что действительно раскол раскол я имею ввиду не староврячество это неправильно это же староврячество раскола а вот раскол как некое внутреннее состояние народа страны имеет очень глубокие корни причем пожалуй что ни у одной другой я не проводил целенаправленно анализы но я не сталкивался с этим да подобные бывали вещи и у англичан и у французов но как-то все это там зарубцевалось у нас раскол является константой национального самосознания вот константой она воспроизводится неприятно вот смотрите хорошо староврячество старовряцу выкинули начнем старовряца старовряца выкинули там из официальной церкви прошло каких-то 50 лет или там даже меньше Петр Первый меньше 30 Петр Первый начал бороться уже не со старобрядцами а со старомосковской культурой на эту борьбу ушел 18 век затем я пропускаю 18 век там много интересного затем вот например переходим 18 век известное противостояние до этого еще беседы любителей русского слова шишковист так называемый и арзамас то что то что Тынянов написал в терминах архаисты и новаторы но на самом деле это поразительно что эти люди ну казалось бы ну батюшка жуковский пушкин ну какое вообще они имеют понятие о расколе 17 века ну где-то они там чего-то читали но это было не актуально книг книги сдавалось минимально для них никто из них я вас уверяю для них живой старобрядец был не более актуален чем живой еврей даже менее актуален понимаете потому что с евреями пушкин сталкивался в кишиневской ссылке и даже там с кем-то из евреев там флиртовал а кого вы имеете ввиду ну были у него есть знаменитое стихотворение я считаю что вся тема на самом деле христианско-еврейского диалога закрыта пушкину а христос воскрес моя реветка вот знаменитое стихотворение вот а старобряцы были неактуальны первый писатель который побывал на Рогожском кладбище документирован это Иван Сергеевич Аксаков и тем не менее этот топос воспроизводился потом почему-то он воспроизводился когда было восстание декабристов вспомните Грибаедов старуха Тугауховская книги не говорит про педагогический есть в Петербурге институт педагогический так кажется завод там упражняются в расколах и безверии профессоры помилуйте на педагогическом институте раскольников быть не могло точно значит слово раскол имело какое-то более широкое значение не наш наш внутренний враг стрэнджер вот и затем западники слоянофилы затем естественно у нас был раскол и во второй половине 19-го уже после реформ во второй третий последний третий 19-го века раскол между большевиками и меньшевиками вы понимаете красные и белые казалось бы потом раскол советские годы тоже воспроизводился и собственно говоря существовавший исподволь раскол между почвниками и западниками в 60-е 70-е 80-е годы условно говоря там наш современник или молодая гвардия и кто-то у нас был западники там новый мир но новый мир очень условный они очень примерены вот скажем вот аксенов покойный вот яркий вождь западников значит казалось бы ну хорошо все сломало давайте наконец перестанем воевать нет 90-е годы как-то прошли более менее но вот сейчас очевидный раскол между теми кого я могу условно обозначить наши если брать название и не согласны не согласны но вот я приняду к не согласны как по островляческой традиции это вы так плавно переходите к своей общественной деятельности ну я объясняю что топос раскола он есть он един понимаете вы знаете я думаю что это универсальная мировая война белые там и алые розы но вы сейчас же этого там нет а у нас гражданская война идет вы знаете да вот я об этом хотел вас еще спросить но несколько позже потому что вы очень интересно это объясняете между прочим есть такой священник мой старый друг отец отец александр волохов который когда-то был режиссером и замечательным поэтом и он писал роман да и он писал роман в свое время который я не знаю он закончил или нет я его не спрашивал тогда он еще не был священник дело в том что его побудило к написанию вот этого произведения то что в сср стали издавать многотомное издание история гражданской войны в сср но да но вышел только первый том а планировалось их несколько и вот второй том он ждал 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 и он все не выходит не выходит он решил написать роман о второй том истории гражданской войны в сср да и там дело происходит там кто-то с кем-то воюет но население об этом не подозревает да и значит противные стороны значит координирует некий сотрудник эгбэ который в определенный момент куда-то исчезает и обе стороны не знаешь что вот этот церковный раскол он координировался нет я этого не хочу ранее для этого не хочу сказать поскольку я уже до этого сказал о том что я думаю что это некое универсале которые свойственно вообще сознание да она у нас проявляется в силу того что я не помню кто первый сказал о том что культура в россии развивается по методу отрицания предшествующих форм а при такой технологии отрицание предшествия неизбежно неизбежно раскол в обществе но я думал форм до нити но у нас и содержание мы все понимаете в россии проблемы в чем в россии вот сейчас идет суд над бывшим директором сахаровского центра самодуру бывшим заведующим отдела новички течение тряковки ерофиева сделали они высоку запрет на искус 2006 никому это выступа не мешал я вообще они не знал на сказать но вот когда появился это обвинительное заключение я написал на него свой свой некий экспертный доклад и я пришел к выводу а также в частности обвиняют в чем в том что они оскорбляют устойчивые значит какие-то нормы устойчивые идеи русского народа а я не устойчивых идеи потому что смотрите в 17 веке сначала отказались от предыдущие по сути вера она была тогда она тогда да конечно можем думать что угодно гранирует его касты которого оказать от культуры потому что петровские реформы были отказаны от культуры от рационной культуры от речи с культурой потому что и не случайно вплоть до не случайно скажем история государства сиск рамзина была таким открытием потому что вдруг обнаружили что танцы до петра что-то было вы понимаете за сто лет забыли что было что-то до петра вот от петра все начиналось потом на самом деле на протяжении девятнадцатого века есть разные формы отказа от прошлого и наконец советский период вот этот советская революция это самый радикальный отказ мы считаем что ничего подобного него ну почему же вот раскола вот никоновская реформа петровская была потом у нас отказались от всего советского прошлого в 90-е годы в том числе и от хорошего теперь надо еще тут были промежуточные этапы значит хрущев отказался от сталина брежнев от хрущева теперь у нас отказывается от от ельцина как будто кого-то мы думаешь мы забыли что было там 10-15 лет назад вы понимаете но когда вот так вот ломать кость да то она уже никогда не срастется это будет месиво ну да и вот вот ваши статьи где вы где вы анализируете с под интересным таким углом зрения вы один конечно деятельность лимонова и протопопа вакуума там есть такие слова лимонова что человек бежит другой мир если его не удовлетворяет этот мир это взгляд лимон но в какой-то степени раскол как универсалия общественного развития и вообще как некая бифуркация которая необходима он конечно необходим но мне кажется дело не в том не в самом расколе а в том в каких формах это проходит и какая какая степень нетерпимости наблюдается у сторон потому что когда мы говорим наших формах раскола как от опосе таком общественного развития то мы скорее имеем ввиду не вообще сам факт того что что-то что-то образуются какие-то боковые ветви и что-то противопоставляется одно другому и по разным параметрам скорее мы имеем ввиду вот эту общественную нетерпимость и степень нетерпимости я думаю что она в достаточной степени известно в других формах и не только в нашей стране это не является нашим каким-то уникальным свойством вот например есть замечательный роман о котором очень редко упоминают которые приву сочинил в истории одной гречанки и там некий французский посланник находится в турции и вот все крутится вокруг молодой женщины которые он забирает из сирали там и прочее но интересно не это интересно его наблюдение над турецкими нравами и когда всего-навсего по подозрению о том что кто-то договорился там поставить престол наследником сына царствующего сейчас султана то этих пашей казнят немедленно степень нетерпимости к какой-то другой точке зрения крайне велика и она велика не только в россии то есть много таких стран где и много направлений развития культуры где мы это видим сравниваете замечательно что вы сравниваете современную россию с турцией там я пишу очень вот извините я хочу сказать что у нас в чем проблема у нас отсутствует медиация у нас нет у нас нет механизмов медиации которые вы сращивали антагонизм вы знаете вот есть такой или интерфейс какой-то образовываю мне повезло я в прежде трех лет с 85 по 88 год посещал межисленный семинар в нестинском институте это был то не академий институт который вел михаил аркадьев аркадьев это пианист дирижер много времени стопал с во ростовским но я его ценю в первую очередь как теоретика он замечательный теоретик у него есть сайт там много интересных он музыкальный теоретик но он и теоретик таскарм культуролог и вот в частности он просто обосновывает необходимость парламента парламентских форм тем что человечеству свойственно такое вот противопоставление такой раз рефоркация да и необходимы медиации они просто нужны иначе человек люди для чего парламент а вот для болтовни для проговаривания вот мы собрались вот на все высказали да мы проговорили и да дело данный том нашли мы что-то общее а по крайней мере мы это как-то пропустили через слова понимаете и эту же и этому уже приду приду на вербальная форма не форма там автомата понимаете а вербальная форма а поскольку у нас стране парламента нет будем говорить попрямо в том смысле коммуне место для дискуссии как нам заявил никто грозлов то а что же такое парламент ну тогда это получается тогда это было как-то все по-дикому происходит это нужно это нужно просто для выживания страны вот что нужно парламент 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 нужен для того чтобы страна могла проговаривать вербализовать тот парламента который 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 необходим который который где высказывают сразу на которых он соответствует для того чтобы подтверждать подписан 20 разумеется до Да, парламент, юридическая функция парламента, она у него есть, конечно, но в первую очередь это именно место, где разговаривают, вот это пренебрежение к разговору, которое мы унаследовали от большевиков, конечно, но на самом деле не от большевиков, это пренебрежение у нас отчасти идёт от народовольцев и так далее, это неверно, человек, существо словесное, в том числе христианин. Существо словесное, понимаете, христианин, потому что Бог, Бог слова, он всё-таки не Бог дела, как хотел Фауст, а Бог слова, вот пока этого нет, у нас будет раскол, то есть понимаете, парламент просто необходим объективно, не то чтобы давайте так устроим, давайте так устроим, нет, пока вот мы так не устроим, понимаете, существование парламента, оно, требуется, человек так устроен, человек так устроен, что ему нужен парламент, понимаете, вот просто таково устройство, ну как угодно падшего, дрешного человека. Ну психика так устроена, у них не существует эмоциональная позиция, никто этого не отменял. И их нужно проговорить, а если они не проговорены, тогда начинаются драки, тогда начинается ненависть какая-то. Нечто бессознательное перевести в план сознания, но культурным способом. Совершенно верно. А если разрешить говорить людям, которые не умеют говорить, то они начинают драться. А пусть научатся, вы понимаете? Научить невозможно, нужно уже готовых, которые умеют. Нет, ну понимаете, готовые, если я не говорю, то потом не может быть так, что я не говорю, и вдруг заговорил, и вдруг заговорил. Вы не можете быть в парламенте, если вы не говорите. Правильно. Но люди, должна быть некая культура, нескольких поколений, хотя бы одного, двух, трех. Вот мой дед, о нем мы почти ничего не говорили, Григорий Михайлович Коган, он мог, он родился в 1901 году, он родился в 79-м. И он застал еще эту культуру политической жизни. Он вообще был последователем Плеханова, то есть меньшевиком. Да-да, презренным меньшевиком. Вот, и он остался меньшевиком, он не вступил в ВКПБ, он особенно не афишировался взглядом, но надо сказать, что он не занимался общественной деятельностью в советское время, но он остался убежденным меньшевиком. И вот он как раз понимал необходимость такого парламентского способа ведения дел. Он, в частности, ставил вину большевикам разгон учредительного собрания, он просто не мог этого простить. Так что, нет, парламент необходим, мы не можем без этого. Да, конечно, но мы не можем, но с нашей точки зрения не особенно считаются. Ну, не считаются, но будем говорить. Да, действительно, но я бы хотел вернуться к началу нашей беседы. Мы пропустили один важный момент, как мне кажется, вашего интереса, который упоминался уже, но мы отклонились в сторону историзма, но я бы хотел снова вернуться к чему-то, что связано непосредственно с человеком, как личностью, как духовным существом. И в связи с этим, это было в связи с тем, что было упомянуто слово биосемиотика. Я думаю, что почти никто из, большинство наших зрителей не имеет об этом такого ясного представления. Да им это не нужно? Ну, не нужно, не нужно, я не знаю. Вот сейчас, скажем, в западном мире, в особенности в Соединенных Штатах, которые уделяют большое внимание суперсовременным технологиям, у них деятели искусства, вот в частности поэты, востребованные биологическими лабораториями. И совсем не в той среде, в которой обычно принято существование поэта, вот он должен, как сейчас недавно нам снова заявил об этом поэт Евтушенко, что опять про стадионы, где, значит, через микрофон очень много народов. На стадионах сейчас вступает патриарх. Зачем Евтушенко? Ну вот, ну Евтушенко всё ещё скучает. У нас теперь в роли Евтушенко патриарха. Да, он ещё всё в том времени, Евгений Евтушенко, и вот он опять выступал с тем, что неплохо бы и вот это возразить. Оказывается, в современном мире поэт совсем в другое место себя направляет, и его там принимают. И таким образом биологизируется мир. Возникают совершенно новые биотехнологии, и мне кажется, что понимание этого возникло у биосимеотиков. Вот не можете вы об этом более подробно рассказать, тем более, что, как мне кажется, вы этим занимались, вы даже книгу перевели. Не, я не книгу перевёл, я перевёл статью. А, статью, да. Вы понимаете, на самом деле я, честно скажу, я не слежу за актуальными такими достижениями, потому что это был всё-таки период достаточно краткий. Как я к этому пришёл? Это был конец 80-х, начало 90-х. Получилось так, что я шёл, надо сказать, по следу, который положил Кедров Константин Александрович. У него есть замечательная теория, концепция, которая получила развитие ещё далеко не полное. Концепция мета-кода, то есть единого кода живой и неживой материи. И вот что касается каких-то высших форм духовной деятельности, то сам Кедров над этим работал, а меня интересовало, как это работает на более низких уровнях. Тем более, что вот тогда только, в конце 80-х у нас появились компьютеры, у нас же компьютеры появились с опознанием, появилась литература по компьютерам. И я стал просто интересоваться тем, как устроен, вот меня лично интересовало, как устроен знак с этой биосемиотической точки зрения. Надо сказать, что на этот вопрос я ответ не получил, потому что там возникли другие интересные вопросы. Я ездил на школы по биосемиотике, были такие школы зимние, в Сушневе. Сушнева это имение, кстати, тут тема старообряческая. Сушнева это имение, которое принадлежало Анне Тимофеевне Карповой, а она дочь Тимофея Исаевича Морозова. Это за петушками, за Орехом Узуемым. Это не оттуда возник так называемый Морозовский проект? Не знаю, я про Морозовский проект ничего не знаю. То есть, что имеется в виду. Вот, школы эти шли 3, по-моему, или 4 года, вот я туда ездил, и там, что было интересно, там действительно были люди, которые, например, там делали доклады о палиндромах. Там мы познакомились в свое время с критиком, ныне известным Ильей Кукулиным. Он был тогда студентом, по-моему, психфака, и он туда приехал. Это привлекало гуманитариев. Там мы с биологом Василием Агрызьковым сделали такой доклад, где показали, меня интересовало, как происходит переход от одной языковой закономерности к другой в рамках поэтических текстов. А он сказал мне, «А, слушай, а ведь то же самое есть, что какие-то близкие закономерности есть на генетическом уровне». Он специалист по генетике. Ну, конечно, я, честно скажу, я плохо помню, что он там писал, потому что у него, конечно, концепция гораздо более сложная. Он специалист экстра-класс, он сейчас за границей работает уже 20 лет. Но оказалось, что есть параллели. И мы сделали вот такой доклад. У меня идея какая? Что, в общем-то, есть переходы. Понимаете, поэт, ну, поэтами называют себя многие. Я имею в виду поэтом того, кто осваивает какие-то неосвоенные пространства языка. Седокова, Ольга Александровна, когда ты так сказала, поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть. Может быть, да. Вот. То есть у меня был даже по понятию языковой прорыв. То есть вот поэт, работающий на таком пределе, он в какой-то момент выходит за пределы закономерности языка своего родного и начинает работать с закономерностями другого языка. Ну вот, как пример. Вот был такой малоизвестный, но интересный поэт Глеб Цвель. Вот тут такая книжечка, которую они издали с Аней Ольчук, покойной. У них был, это был клуб истории современного искусства. Да, такая изданная ротопринтом в 89-м году. Глеб Цвель, он умер три года назад, ну, потихонечку мы делаем книгу его памяти. Такой экспериментальный поэт, ну, как считается экспериментальный, я думаю, что такая поэзия должна быть. И он работал, как я полагаю, используя закономерности семитских языков. Может, он их и не знал, хотя иберитм учил, но он учил его уже тогда, когда он давным, он написал стихи. Но некое поэтическое, так сказать, чутьё, было, да, некое вот это чувство, оно вело его к сращиванию своего родного языка с какими-то отдельными закономерностями, скажем, семитских. Понимаете? Вот что имелось в виду. То есть меня биосемиотики интересовало с этой точки зрения. Где здесь есть возможности вот таких вот фрустраций? Ну, все синтетические искусства об этом говорят. Да, но они говорят, но они говорят в общем. А меня интересовало конкретные какие-то возможности. Ну, что-то такое я узнал. То есть меня, конечно, поразило то, что палиндромы обсуждались, обсуждались, тогда это было еще не повсеместно, скажем, фестиваль палиндрома у нас был в первом 91-м году, а сушнёй это обсуждалось в 89-м. Вот, что я могу сказать по этому поводу. Да, любопытно. Я думал, что все-таки вы этому придаете какое-то другое значение биосемиотики, но вот в этом же плане... А мы недавно списались, извините, мы недавно списались с Агрызько и договорились, что, может, мы продолжим наши контакты. Но мне показалось, что вот в этом же русле и в этом же направлении лежат ваши идеи, связанные с теорией перевода. Расскажите мне про мои идеи. Вы говорите о том, что, не помню где, но о том, что переводчик каким-то образом находит лакуну... Это Барт. Да. Я не претендую. Да, это Барт. Нет, правильно, правильно, я согласен. Да, он находит лакуну. Но это фактически, на самом деле, вы же понимаете, это на самом деле не перевод. Да. Это что получается? Это получается... Вот мы сидим в таком замечательном зале, да, вот, скажем, если представить себе, что вот... вот... в этой... или вот в этой работе, да, как она отливалась, да, была сделана форма. И... то, что в форме было углублениями, да, здесь, наоборот, стал рельеф. Да. Вот что имел в виду Барт. И я это тоже имею, я согласен. Но это не перевод. В классическом смысле слова. Потому что переводчик... У нас... Перевод это вот что однооднозначное соответствие. Или там одномногозначное соответствие, да? Я-то как раз полагаю, что на самом деле... Ну... Вообще-то я сомневаюсь, что перевод художественной литературы возможен. Ну, где тоже сомневаюсь. Вот. Особенно поэзии. Да? Хотя вот, вы знаете, получилось так, что... Пару лет назад в издательстве НЛО я редактировал книгу Елены Калашниковой «По русски с любовью». Это интервью с переводчиками. Вот она вышла в прошлом году, получила там какие-то премии. А я могу похвастаться Елену Калашникову еще в школе учил. Вот такая, значит, моя ученица. И... Когда я прочитал столько интервью, там почти 90 интервью, 87 интервью с переводчиками, я как-то засомневался, прав ли я вообще. Может, действительно, перевод существует, и... Там разные... Существует, раз он есть. Нет, он есть, но вот он, может быть, существует... Он существует, скажем так, феноменально. Да. А я вот всегда сомневался, существует ли он ноуменально. То есть, в неком идеальном пространстве. Понимаете? Ну, во всяком случае, там среди ее героев очень уважаемые люди. Многих уже нет живых. Там Трауберг, например. Многие своим творчеством демонстрируют, что, по крайней мере, они многое берут из своих переводных студий. Например, я открыл для себя такого прозаика, как Валерий Вотрин. С большим удовольствием открыл. Известно, что он переводчик, но, оказывается, он и прозаик. Я думаю, что там есть в Прозе, конечно, многое, что он взял из переводов, из оригиналов тех текстов, которые он переводит. Так что, наверное, но, во всяком случае, мне кажется, что, понимаете, языки, они существуют как-то... Вот есть светлая материя языка, а есть темная материя языка. Вот мы знаем, что во Вселенной 95% это темная материя. В результате, что в языке тоже какой-то большой процент темная материя. И она, как она существует, мы не знаем. Вот она где-то существует в другом языке, она где-то там проясняется. Понимаете? Потому что мы привыкли думать, что вот один язык, вот другой язык, вот третий язык. А они как-то одновременно существуют. Ну да. Далеко не все там логически упорядочено, и большая часть не упорядочено вообще. Но это не имеет большого значения при акте коммуникации. Ну, разумеется, но при исследовании это имеет значение. А при исследовании, конечно, разумеется. И вот так же вот вы упоминали и другой топос. Не только топос, который связан с расколом, но и топос человека и собака. Вот это мне показалось весьма любопытным, потому что я, откровенно говоря, мало что об этом до этого слышал. Ну, хотя, там, белый бим, черное ухо, там... Вы кулика не видели? Я кулика видел. Ну, тогда вы все знаете про это. Нет, ну, почти все. Он все сказал нам. Ну, а там вот такая фраза была, что, не ваша фраза, что киноцефалит это тяжелая духовная болезнь. Нет, это моя фраза. Ваша фраза, да? Неспособность видеть свой звероподобный облик и страсть получать всех вокруг. Вот это, мне кажется, это очень фундаментальное высказывание. Хотя, ну, связано ли оно с этим психологическим явлением или нет, это еще нужно как-то рассмотреть более подробно. Хотя, само по себе, да, вот это вот пристрастие к этой теме, почему-то, оно, ну, не только в русской литературе, оно, по-моему, и в культуре, оно, по-моему, ну, как бы, если не говорить про человека и кошку, еще, кроме этого, ну, трудно найти какие-то более убедительные аналоги. Вот человек и собака, и человек и кошка, и кажется, все. Больше устойчивых нет топса. Ну, понимаете, мы тут выходим, во-первых, мы выходим в совершенно необъятные просторы мировой мифологии. И я не хотел бы в них выходить, потому что тут тогда добавляется человек-волк, понимаете, и тут добавляется и фрейд, в том числе, если вы помните этот случай. Тут добавляется всякий случай, в случае нет, человек-волк. А, человек-волк. Вот, тут добавляется оборотни, и мы уходим совершенно, потому что за горизонт мы уходим. Вот, я имел в виду более локальные вещи. Значит, началось все чисто случайно. Началось все с того, что, ну, понимаете, много лет я преподавал и занимался репетиторством. У меня вот было так, то есть это отчасти сейчас сохранилось, хотя гораздо меньше. Я занимался тем, что называется «резьба по дугу». Вот, но сейчас просто ЕГЭ, а ЕГЭ это уже совершенно другой экзамен, абсолютно неинтересный. Тяжелого языка. Вот, а это нечего. Да, и кроме того, изменилось качество материала, сейчас уже не резьба по дугу, сейчас скорее гравировка по металлу. И я немножко от этого отхожу. Но, перечитывая, если не каждый год, хотя бы раз в три года классический текст, я стал замечать какие-то вещи ранее незаметные. Ну, вот, например, я же стал читать «Жития святых», и вдруг я перечитываю «Муму», и совершенно необъясним образом понимаю, что вот есть житие преподобного Герасима Иорданского, который приручил льва. Это известный, почитаемый святой. А вот есть Герасим, который «Муму» эту самую приручил, и потом утопил. Это вы сейчас затрагиваете тему дистанционной комбортиристики. Как вы ее называете? Что-то такое, понимаете? А потом я вдруг вижу у себя в литературном музее, где я сейчас числюсь, по архивам, как сказал бы Молчалин, вижу лубок именно на мотивы этого жития, лубок 19 века, незамысловатый, где лев, естественно, по закону лубка меньше самого преподобного Герасима. То есть, по сути говоря, как собачка такая. Ну, не маленькая, ну и не бога, какая большая. И есть там сюжетные всякие сходства. Я понимаю, что вот оно. Вот. И как об этом не написать? Потом уже, когда я написал и доложил, я видел в интернете значит, репортаж некоего в каком-то ЖЖ наш бывший эмигрант, наш бывший соотечественник эмигрант уехал в Израиль и побывал в этом монастыре преподобного Герасима. Он есть в этом монастыре. И выложил даже картинки и указал на то, что, наверное, это связано с Муму. Да, дотошный такой указал. Но он эту мысль не развил. Он просто указал. Мне понравилось, значит, не я один это вернул. А потом получилось так, что, понимаете, на протяжении многих лет, ну как гроза, Островского. Это же классический текст, просто наизусть его надо знать. Кстати говоря, это очень хорошее произведение. Оно в школе абсолютно выпотрошено. Вот вы говорите, вы там меня сравнили с Белинским, спасибо, что не с Чернышевским там не забрали его. Почему? Ну вы понимаете, в чем дело? Это так называемая реальная критика. Да. Реальная критика, она ведь никакого отношения к литературе не имеет. Почему она реальная? Потому что она под видом литературы говорит о реальности. Ну потому что о реальности говорить нельзя было. Вообще, ведь при Николае II и в первые годы царствования Александра II считалось как? Что политик в стране один. Высочайшая царствующая особа. Всем остальным о политике писать и говорить не положено. Это просто была такая установка. То есть, мы еще сейчас живем в царстве вольности, конечно. И поэтому под видом литературы почему это такая странная критика? Почему ее так странно сейчас читать? Да не об этом они писали. Если бы они могли, они бы это все бросили бы в мусорную корзинку и писали бы именно напрямую о проектах законов, понимаете, о парламентских дебатах. Добролюбов был бы классным парламентским корреспондентом или там бы экспертом. Я уверен в этом. Понимаете? Знаете, мне что напомнило. Я не помню сейчас какой-то китайский классический поэт древности, которого выгнали от императора и он поселился в провинции и жил там лет 20, уже состарился и вот к нему послали мандаринов вспомнив о нем. И мандарин приехал и спросил его вот ну вот чем вы сейчас занимаетесь? он сказал ну как и прежде сочиняю стихи. Он говорит а зачем вы это делаете? Ну если бы меня не удалили от двора, я бы занимался политикой. Кстати, вот такая же судьба у моего деда. Он понимаете, у него же была большая культура публичной полемики, он все это любил. А потом ну да, у него был интерес к музыке. Он, кстати, довольно поздно и стал заниматься. но потом вот пришла советская власть и политикой стала нельзя заниматься. И всю дальнейшую жизнь он занимался только музыкой. Ну среди учениц Губайдулина, София Губайдулина, самая известная. Вот и потом он, я читаю в его мемуарах, что вот если бы мне там, если бы вот не те исторические события, я мог бы быть политиком, там, деятелем, юристом и так далее. А я подумал, какое счастье, что кто бы, кому бы это было интересно, что ты там сказал с думской трибуны в 1900 каком-нибудь там году. А вот осталась все-таки и музыка, и книги, и все. Так вот, вернемся, как говорил Портопол Вакуум, возвращаемся на первое. Дело в том, что Гроза это замечательная пьеса. И надо сказать, что последние 20 лет ее очень интересно исследовали. У Вадима Руднева есть замечательная статья о Грозе. Замечательная статья, великолепная. Есть такой исследователь Михаил Свердлов. У него тоже есть хорошая статья о Грозе. Книжка даже о Грозе у него есть. И я тоже увлекался Островским и Грозой в частности. И у меня есть несколько статей. Я, например, просто обнаружил, что Гроза это на самом деле некая трансформация сюжета первой части Фауста. Но в том числе, понимаете, я подошел к этой пьесе и с точки зрения истории опять же Стробячества. Вот я задумался, хорошо, а кто такие люди с пьесами головами? Вот забыл взять, как раз думал, что же я забыл взять? А дело в том, что Святой Христофор в дораскольной иконографии изображается именно с пёсей головой собачьей или с лошадиной. По легенде, то ли он был представителем некоего такого народа псоглавцев, кстати, этот народ помещался на территории нынешней России. Я еще никак не мог понять, откуда это взял Андрей Андреевич Вознесенский, а по ночам я пёс России о двух крылах. Ну это очень сложный образ, да, пёс Россия о двух крылах, да. Вот, псоглавцы, да, вот они, их античные авторы локализовывали именно здесь вот, на самом деле. Есть карты просто, Затем вот в этой дораскольной иконографии, она была при Никоне, конечно, и после Никона исправлена. Было сочинено, что это что-то неподобное, непотребное, ну как-то, святой собачьей головой, что это такое вообще, да. Западной традиции этого не было. Это была византийская традиция, византийская, и она осталась на Руси, а ведь история у нас какая, что в Византии постепенно там всё исправлялось, а потом они в 17 веке пришли сюда и сказали, что у нас всё неправильно. То есть вот, в том числе и это. Но, поразительно, что, во-первых, это осталось у Старобряцев, и до сих пор в Покровском соборе есть эти иконы. Есть эти иконы. Обязательно посмотрите. Вот. И, в общем, не одна. Они есть в запасниках, они там есть в притворах. Я забыл взять. И они остались в старых монастырях. В Ростове, Вярославле, в Свияжске. Их закрашивали. Ну вот, вы знаете, как закрашивали вот эти старые краски яичные, закрашивали, как масляные краски. Всё проступало. И вот видно, что проступает, вот он профиль, этот псиный профиль, и вот какая-то благообразная головка. И она бледнеет, и проступает этот профиль. А поскольку, особенно это заметно стало после советских лет, когда там ничего не реставировали, вот это всё осыпалось, это масло, и осталась та краска. И люди, кто такая фиклуша, возьмём фиклушу, она странница. Все справедливо смеялись над тем, что она такая странница, которая никуда не ходила. И Островский правильно, он всё это понимал, он всё это знал. Но послушайте, она и странница почему? Потому что она принадлежит к согласию странников. Ведь было такое, одно и есть, кстати, старобляческое согласие странников. И эти странники разделяются на тех, кто ходит, кто бегает от мира, и тех, кто живёт в миру, как бы помогает своим единоверцам, бегающим. Понимаете? И она просто живёт в миру, она никуда не ходила, но она здесь живёт при этой кабанихе, и всё. Вот и всё. На самом деле. Но где она могла видеть эти иконы? Конечно, могла видеть, это же Калинов-то в Грозе, это Волжский городок. Значит, она могла видеть их старобляческих молениях. Конечно. Вот. И вот это люди с пёсими головами. Но с другой стороны, с другой стороны, конечно, это я как-то обобщил это просто. И думаю, что человек с пёсей головой это такое явление, ну, на самом деле, вот шариков, да, булгаковский. Ну да. Потому что... То есть, вы хотите сказать, что это какое-то архетипическое значение имеет? В общем-то, конечно, да. То есть, с одной стороны, мы имеем человека и собаку. Вот, например, герасим и муму. Или в этом белом биме чёрное ухо тоже, да? Не помню, как там звали хозяина. Кстати, насчёт муму очень интересно. вы знаете, конечно, что про муму существует невероятное количество анекдот. Да, конечно. Просто, когда я на это, когда я стал заниматься этой темой, и по интернету, по-русскому, на меня вывалилась тьма анекдотов про муму. Да. И про герасиму. Да, про герасиму. про муму. Ну, например, анекдот 2000-го года. Муму плывёт лодки с Путиным. Смотрит и говорит, что-то ты, Путин, нехорошо молчишь. Вот. И, то есть, они актуализируются всё время. Понимаете? Или, например, Это судьба всех анекдотов. Да. Большая часть анекдотов Хрущёя были переделки с анекдотов о Гитлере. Да, да. Вот. Или, мне нравится литература, например, Каштанка зовёт Муму-Муму, пойдём погуляем. Нет, говорит, Муму-Муму, мы с Герасимом пойдём смотреть пьесу на дне. Так вот, но понимаете, это всё-таки как бы человек и его собака. И причём, здесь, что интересно, предполагается некоторая святость животного. Ведь и Муму, и Каштанка, и, естественно, белый Бим, они наделены атрибутами святости. Это поразительно. Это на самом деле поразительно. Ну хорошо, лев в житии преподобного Герасима он тоже святой, по сути говоря. Хотя мы об этом не говорим, но вообще-то святатели уже это замечали. Они существуют рядом. А вот другое дело, когда в одном человеке совмещаются человек и животное, и собака, тогда уж, конечно, никакой святости говорить не надо. тогда это явно некая, так сказать, регрессия к язычеству. Понимаете? И вот то, что изображал Кулик, это именно то, что... По сути говоря, я думаю, что Кулик вполне мог бы поставить пьесу «Гроза». Может быть, он это сделает, посмотрев в это. Ну, я не знаю. Надо ему предложить. Он несколько лет назад проникся религиозностью, отпустил бороду. След за Мамонова. Вот. Ну, не знаю уж, след за кем, отпустил бороду. И он же делал на второй московской биеннале выставку «Верю». Такую. Туда никто ничего громить не приходил. Все было сделано правильно, грамотно. Вот. Так что, я думаю, он может теперь ставить пьесу «Гроза». он все не понимает и ту сторону, и эту сторону. Ну, да, киноцефала все-таки далеко. Нет, поставить, поставить. Да, поставить. Может быть, то одобрение, которое он получает в этой роли, оно как раз и действует о том, что топос продолжает работать. он востребован. Востребован в современной культуре. Но вот в этой прекрасной вещи, которую вы сейчас сказали, промелькнули некоторые сообщения о вашем дедушке, чью пластинку вы любезны... Единственная пластинка. Единственная. Да, единственную сегодня сюда принесли, чтобы можно было... Эта пластинка вышла за два года до его смерти. в 1977 году. Это редкое издание. Да. Не могли бы вы что-то рассказать о нем еще, кроме того, что мы продемонстрировали пластинку, и вы несколько слов сказали? Да. Вы знаете, дело в том, что... Или даже может быть что-то показать из его архивов, которые, как я от вас слышал, они по большей части не опубликованы. Ну, то, что архивы... Такова судьба всех архивов по большей части они не опубликованы. Они же от архивов. Да. Дело в том, что я... Так получилось, что я с большим опозданием для себя стал открывать своего деда. он был музыковедом, он создал первый в мире курс истории теории пианизма, то есть он исследовал пианизм с исторической и теоретической точки зрения. Он был сам пианистом, в 30-е годы, 20-30-е годы довольно известным. потом, потом, его затмили. Его же ученики Гильц, Рихтер, они у него учились в консерватории, во всяком случае, Рихтер. И потом, в 43-м году ушел из Московской лосерватории и до конца дней был безработан. Ну, то есть у него не было официальной ставки, скажем так. он наезжал в Казань, где он, кстати, учил Губайдулину. У него при жизни вышло некоторое количество книг, книги ему выпускать, в общем-то, разрешали. Вот у него вышла книга от работы пианиста, например, довольно известная книга. Уврат мастерства вышла четырьмя изданиями, пятая вышла уже несколько лет назад, я писал к нему послесловие. Выходили избранные статьи в трех томах. Вот книга, которая сделала ему имя Ферручо Бузони. Бузони был знаменитый итальянский пианист и композитор. И, собственно, мой дед именно одним из первых стал заниматься. Ну, Бузони, мы все его знаем, он автор фортепиано в приложении Баха. Вот Чикона знаменитая. И получилось так, что после смерти отца архив перешел ко мне, к нам с сестрой точнее, и я этот архив полностью не видел никогда. И я с некоторым изумлением просто понял, что у нас некий ландайк. Ну, вот я сейчас беру папочку собранную, я просто наугад сегодня взял папку, которую я собрал для съемок фильма, о фильме я еще скажу, и просто собрал из некоторых документов. Далеко не все, это одна там десятитысячная. Ну, вот, во-первых, сама фотография нашего героя. Она уже, правда, более позднее сканированная, тем не менее. Это конец тридцатых годов. Вот еще его фотография, тоже использована в фильме. Вы говорите о фильме, о котором наши зрители сейчас мы все скажем. Опускай не был заинтригованным. Пусть они еще потерпят. Дальше, понимаете, смотрим просто, я как музейщик, смотрю качество музейного материала. Вот смотрим. Некое поздравление, написанное Сергеем Николаевичем Дурылиным. Сергей Николаевич Дурылин это знаменитейший искусствовед, историк церкви, бывший священник, кстати говоря. Есть под Москвой его дом-музей. Они в конце тридцатых годов переписывались. Вы понимаете, вот просто вот тут рукой Дурылина тираж один экземпляр. Это поздравление к дню рождения. Это пособие к игре в знаменитости. Тираж один экземпляр Тихрет Дурылин при составлении списка знаменитостей на букву К следует вспомнить и написать. Там музыканты Коган, Кьюи и так далее. Вот этот список. Вы понимаете, но ничего этого нет. Это один экземпляр. Просто один экземпляр. Дальше к примеру Наугад мы берем Московская Козацкая филармония Малозан Консерватория Сезон 39-40 11 октября Вечер фортепианных дуэтов Исполнители Генрих Нейгаус Григорий Коган. Этот вечер, на котором присутствовал Пастернак. Это известно. В первом ряду сидел. Или вот например огромное количество программ других исполнителей. Например, 28-й год концерт Игу Умного. Вот еще один концерт Игу Умного. Дед рассказывал в мемуарах что Рихтер никогда не ходил ни на какие экзамены. Он был лучше этого. В мемуарах о Рихтере говорят, что он не ходил на экзамены по истории партии. Это правда, он вообще не ходил на какие экзамены. или приходил не вовремя или не туда не тогда и так далее. Значит он сдавал деду историю и теорию пианизма и естественно не пришел. Дед уехал по делам в Ленинград. Рихтер приходит сам через два дня после назначенного времени и с удивлением не застает экзаменатора. А тут уже конец года надо закрывать и переводить или не переводить его. И вот ему отправляют телеграмму Рихтеру Нейгауз как учитель Рихтера фортепиано отправляет Кугану телеграмму что делать разрешите чтобы он сдал кому-нибудь другому. И вот тут пишет из Ленинграда сообщите Нейгаузу согласие зависит от дирекции. Вот пожалуйста. Понимаете замечательная совершенно уникальная история. Вот или например здесь встречается такая вот пожалуйста последняя я не буду вас мочить. 38-39 учебный год Московская государственная консерватория МАУ зал 17 мая вечер студентов класса профессора Нейгауза исполняют среди прочих Александр Ведерников отец нынешнего главного дирижера большого театра и исполняют и исполняют Стасов Рихтер вот таково качество то есть здесь можно просто вот любую бумажку вытаскивать квартет выдвиженцев МГК Московской государственной консерватории поищает профессора Гальденвейзера программки редчайшие газеты документы и так далее и вы храните это в архив да часть архива меньшую часть мы с сестрой передали в Московскую консерваторию большая часть хранится у меня ну не дома естественно но в надежном месте да и когда потом 60 часов записи неизданных тоже лекции игра интервью открытые уроки и так далее когда это все нам попало я просто потерял дар речи я о своем деле знал очень мало я знал что была пластинка там было несколько книг и все и мы с моей женой режиссером-документалистом Ириной Бессарабовой может быть вы ее знаете вот мы дали заявку на центральную студию документальных фильмов тогда эта студия еще существовала именно в таком виде это вы сейчас рассказываете о фильме о котором мы упомянули о фильме мы этим завершим нашу беседу поскольку оно в свое время заканчивается я хотел о этом фильме сказать потому что его судьба печальна и он того не заслуживает на самом деле дело в том что была подана заявка заявку эту частично удовлетворили частично это как нам дали деньги на 30 минут на полчаса я хотел снять полнометражный фильм потому что материал на полный метр на полтора часа и эту заявку удовлетворили и мы стали делать мы сделали фильм который назывался Григорий Коган транскрипция транскрипция это одно из основных его теоретических понятий и подали заявку нам сказали ну вы потом еще подадите там подали вторую заявку нам снова удовлетворили полчаса а материал мы отсняли на полный метр но по условиям так сказать договора с государством нам разрешили выпустить только 30 минут и 30 минут а материал еще на 30 минут просто извините пылится у меня дома в том числе там пылится нигде не опубликованное интервью Софии Губайдулиной специально мы его брали в 2003 году нам его студия не разрешила поставить первый фильм главный редактор вытянул не разрешил его второй фильм поставить главный редактор вытянул почему? сказали не монтируется ну как вот понимаете как с главным редактором не по техническим по творческим понимаете ну не монтируется ну вот вы же сами видите что не монтируется вот причем фильм резко отличается от того документального кино которое есть я тут хочу сказать что понимаете документальное кино но о деятелях такого рода, оно ведь строится по одним лекалам. Сидят, говорящие головы, говорят, вот какой Коган был хороший, как он здоровый гал, потом запись по фотографии Коган, например, какой Коган был хороший и так далее. У нас ничего этого нет, это никому не интересно смотреть. У нас фильм поделен на эпизоды, 15 эпизодов по замыслу весь фильм, полтора часа должен быть. В каждом эпизоде полная законченная пьеса, которую он исполняет. Причем там разных есть размеров, есть и чекона, между прочим, Баха. Она соответствует эпизоду Московской консерватории. Там только два встанных эпизода с Рахмайновым, кусочек из второго концерта, два кусочка из второго концерта его, поскольку дед был одним из крупнейших специалистов по Рахмайнову. И, кстати, у нас есть автограф Рахмайнова, он брал у него студентом автограф, Рахмайнов его слушал в Киевской консерватории. Так вот, эта пьеса, ей соответствует, естественно, определенный сюжет. Сценарий написан на основе мемуаров, на основе писем, ну, в общем, на основе документов, уж было на чем, на основе чего писать такой сценарий. И дальше под этот сюжет и под музыку ложится изобразительный ряд. Поскольку хроники нет, но есть большое количество фотографий, мы, естественно, взяли хронику того времени, мы сделали так, чтобы музыка, сюжет и изображение соответствовали друг другу. Ну, если говорить, о чем я имею в виду, вот возьмем, что меня вдохновляло, возьмем фильмы Артавазда Пелещана, времена года. Вы помните этот фильм, на музыку и Вивальди. Вот совершенно потрясающий фильм, который в свое время просто меня перевернул. Там просто есть несколько кадров, о которых я могу сказать, вот отсюда это все идет. Вот там, например, как накопных они съезжают с гор. То есть максимально выявить в изображении и в сюжете то, что заложено в музыке. С другой стороны, совершенно иная фигура, Микаэл Теривердиев, он в этом тоже знал толк. Он в свое время писал, что все фильмы называют звуковыми. Говорит, нет, они не звуковые, они озвученные, это разные вещи. Звуковой фильм, там звук и изображение должны находиться в соответствии. А у нас фильмы озвученные, там просто наложена дорожка, понимаете. Так вот, мы сделали фильм, старались сделать звуковой фильм. Но трагедия в том, что фильма нет, потому что у государства есть право собственности на две части, которые являются фрагментами полного замысла. Для полного замысла нужны некоторые деньги, небольшие на самом деле, потому что большая часть отснята, и урегулировать проблемы с государством. Но естественно, что государству не нужен никакой Коган еще в третий раз, еще в полном метре, потому что Коган не был православным, он не был патриотом, он не был тем всем, и вообще он ушел носом в консерватории при каких-то, так сказать, и был независимым человеком достаточно. Вот, поэтому, к сожалению, фильм и права у государства, значит, мы не можем этот фильм выложить, строго говоря, нигде, мы не можем его показать. Можно попытаться и спросить эти права. Да, но нам уже говорили, нам сказали, пожалуйста, заплатите, мы вам выделяли миллион и миллион, два миллиона заплатите, и все, пожалуйста, и права ваши. Понятно. Вот. Ну и всего нужно, делов-то два миллиона. Ну да, все у нас. Вот. Так что я обращаюсь к зрителям, пожалуйста, если у кого есть. Вот. А фильм, на самом деле, с точки зрения биографии, и я хочу сказать, что этот фильм показывали в узких аудиториях, я заканчиваю, и смотрел, например, в частности, племянник Марии Юдиной Назаров, который сам делает фильм, документалист, он делает фильм о Юдиной, и он отнесся очень доброжелательно, потому что сказал, что мне в голову не приходилось, что можно так делать. Вот. Так что, такова печальная участь. Но я думаю, что судьба этого фильма повторяет судьбу отчасти самого Григоря Михайловича. Хотя в Соединенных Штатах есть его, например, ученица Нина Яковлевна Светланова, это первая жена известного дирижёра. Она там очень высоко котируется, она известна. Вот. Она делает многое для пропаганды его творчества. Вот. Но в целом, конечно, фигура, как и считается, второго ряда. Конечно, не Прокофьев. Ну да. Понятно. Ну, Прокофьев, это немного другая история. Да, да. И там всё-таки это композиция. Да. Ну, обзумеется, да. Ну что же, Михаил, спасибо вам большое за содержательную и интересную. Во всяком случае, мне беседа с вами всегда кажется очень интересной. И то, что вы рассказали, мы некоторые моменты не упомянули. Вот, например, о Каверине и Грибоедове. Очень интересный доклад, который я слышал. Ничего. От начала до конца. Может быть, мы это организуем как-нибудь ещё в другую встречу. Мы не поговорили подробно про какую-то общественную деятельность. Объединённый гражданский фронт, куда я вхожу. Ну, может быть, это будет темой ещё одной передачи. Я хочу извиниться перед слушателями. Если утомил вас, простите. Мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. До следующих встреч. До свидания, ведущий в студии Юрий Проскоряков. Сегодня была встреча с Михаилом Дзюбенком. Всего доброго. До свидания.